Вот три шага, которые я всегда соблюдаю, когда делаю блоки анимации. Иногда при построении анимации мы точно не знаем, как должно все выглядеть. И вот три шага, которые я часто применяю в своей работе. Конечно, есть какие-то и другие способы, но и я пользуюсь этим. Итак, первый шаг, это как бы цель истории. То есть, какую идею несет вот эта анимация. Зная это, мы сможем передать характер персонажа. То есть, у нас получится такой проект более живой. Вот сейчас у нас есть персонаж волк такой, он у нас стражник. Теперь можно развивать историю дальше. Например, он встревожен, либо он просто стоит расслаблен. И даже если он, например, встревожен, то он не особо внимателен, например. И если мы правильно сможем изобразить его характер, то он понравится публике и будет выглядеть живым. Также нам надо посмотреть и решить, будет этот персонаж более таким гуманоидным, либо более таким звероподобным. И вот, например, если он у нас будет более таким звероподобным, то надо добавить какие-то небольшие движения, которые это покажут, и зритель сможет это понять. Когда мы это все сделали, мы можем перейти к созданию референсов и эскизов. Референсом может быть какое-то видео, которое вы нашли, либо какие-то картинки. Можете найти какие-то позы, в которых вы хотели бы видеть своего персонажа. А потом вам надо создать такие небольшие эскизы. Давайте посмотрим на несколько эскизов, которые будут использоваться в этом проекте. Вот следующая картинка. Итак, как видите, здесь сейчас есть несколько поз. Это даже не позы, это разные идеи того, как должен выглядеть персонаж. Такая большая вариативность дает нам как бы больше простора для идеи и создания анимации. Как видите, на позе А у нас персонаж такой слегка расслабленный. На позе Б персонаж более такой встревоженный и слегка даже, можно сказать, здесь отображена его звероподобность. А поза С больше отображает, конечно, гуманоидную часть этого персонажа. Больше всего мне нравится поза А, потому что здесь есть такой интересный сильный силуэт и даже такой характер персонажа. Также он стоит ногой на каком-то объекте из нашей сцены. И это делает вот этот вот рисунок более интересным, потому что в нем задействован еще какой-то объект фона. И так дальше мы продвигаемся к следующей картинке, которая основана на предыдущей. Здесь у нас есть два варианта. Либо он чешет голову, либо он, например, рассматривает свою руку. Мне нравится больше второй вариант, когда он смотрит на свою руку. Таким образом мы сможем больше привлечь внимание аудитории. Итак, вот у нас еще следующая картинка. Здесь как бы у нас наброски того, как он падает от удара. Первый вариант, он больше такой экшеновский, то есть чувствуется, так сказать, движение. А второй более такой, как бы показывает силу удара. Ну, я бы выбрал B, он это мне больше нравится. И теперь последняя картинка, где уже вот этот персонаж лежит на полу. Здесь у нас несколько вариантов, опять же. Но, как по мне, вариант A слишком такой обычный и даже заезженный. Он часто используется во всяких анимациях. А вариант B очень такой интересный, я бы сказал, даже поэтический. То есть, такое сильное существо лежит в такой вот интересной позе. Поэтому мы будем использовать позу B. Но я надеюсь, вы поняли, в чем смысл вообще этого всего. То есть, нам надо как бы продумать несколько вариантов каждой позы. И выбрать ту, которая больше всего понравится зрителю. И теперь мы переходим к третьему шагу. Нам надо сделать правильное начало и конец. Когда мы определим позы для начала и конца, тогда мы уже сможем добавлять позы между ними и как бы ориентироваться на, например, последнюю позу. Итак, вот три шага, которые, по моему мнению, очень такие полезные при работе с анимацией. И с помощью этих шагов мы уже будем строить нашу анимацию в следующем уроке.